МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале СТВ программа новости 24 часа. В студии Юлия Александрова. Добрый вечер. И коротко о главном к этому часу. Беларусь и Архангельская область разработают дорожную карту торгово-экономического сотрудничества. Евгений Гой на ходе переговоров о дворце независимости. Компромисс оформлен официально. Президент подписал указ, который продлевает срок продажи индивидуальными предпринимателями товаров без сертификатов. В Гомеле жители микрорайона Восточной бьют тревогу. Десятки пенсионеров переживают, что в будущем сезоне могут остаться без отопления. Люди считают, что коммунальную проблему пытаются решить за их счет. Подробности в материале Александра Добреяна. Вечерний авиарейс в Киев, который могли отменить, выполнен. Но авиационные власти Украины и Беларуси взяли двухнедельный срок для разрешения спора о паритете. Дмитрий Байрович с подробностями и на этот час. Вместо объявлений на стеклах исторические фотографии, вместо рекламы экскурс в прошлое. Все это можно увидеть в необычном троллейбусе Бреста. И начнем выпуск с темы расширения сотрудничества Беларуси с российскими регионами. Впервые с визитом в нашей стране делегация из Архангельской области. Во время встречи с ее губернатором Игорем Орловым Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Архангельская область заинтересованы в интенсификации взаимодействия по всему спектру вопросов. Евгений Горин подробнее. Архангельская область – это самый север европейской части России. А город Архангельск часто называют поморской столицей русского севера. И как-то неудивительно, в Минск делегация из Архангельской области привезла этой весной, ну в первую очередь, снег. На носу апреля весна и вовсе, считай, началась в феврале, и вдруг снег. По народным приметам, первый снег в марте считается благодатным и даже исцеляющим. Ну а в случае с первым визитом Беларусь-губернатора Архангельской области речь идет о самых теплых намерениях. Расширить торгово-экономические связи взаимный товарооборот в прошлом году вырос на 15%, до 200 миллионов долларов. Но это явно далеко от реальных торговых возможностей Беларуси и северного региона России. Конечно, нам очень приятно, что есть возможность в рамках этого визита поднять уровень наших отношений и получить ваше высокое покровительство. В ходе визита запланировано подписание нового плана мероприятий по развитию торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между правительством Архангельской области и Минским областным исполнительным комитетом. Перспективное направление наше сотрудничество весьма значительное. Прежде всего, речь может идти и об увеличении поставок белорусской техники разных видов, разных направлений в область. Готовы у вас работать и белорусские строители, если есть такая необходимость. Я думаю, мы можем предложить вам самые современные проекты зданий и сооружений. Я уверен, что сферы взаимных интересов значительно шире тех, которые я только что обозначил. И мы рассчитываем, что в ходе визита вашей делегации будут достигнуты договоренности, реализация которых сможет повысить продуктивность наших отношений. Архангельская область заинтересована не только в увеличении объёма поставок продукции, но также при лечении белорусских партнёров к реализации инвестпроектов на территории нашей области. Убеждён, что Республика Беларусь и Архангельская область имеют хороший потенциал для дальнейшего развития сотрудничества. Архангельская область это во многом индустриальный регион с развитой рыбной, лесной, деревообрабатывающей, терроризно-бумажной промышленностью. Здесь находится центр атомного судостроения России, а также космодром Плесец. В 100 километрах от Архангельска крупнейшее в Европе месторождение алмазов. Есть нефть, газ, торф. Неудивительно, что объём промышленной продукции более чем в 14 раз превышает объём продукции сельского хозяйства. Последнее здесь думают усилить за счёт новых ферм и технологий. Когда-то северные породы коров славились на весь Союз. В Холмогорах сегодня есть даже вот такой своеобразный памятник бурёнке. Но вот на полках магазинов даже местное молоко недёшево. На переработку его приходится везти в Архангельск, а потом обратно. Естественно, это сказывается на стоимости. Опыт Беларуси в строительстве молочно-товарных ферм может прийтись к стати. В 2012-м за год в республике было построено и реконструировано рекордное число ферм – 619. Эта цифра способна удивить любого. Здравствуйте. Погода? Погода? Огонёк. Вместе с губернатором в Минск прилетел своего рода бизнес-десант. Впрочем, это не только предприниматели, но и чиновники, директора, депутаты. Программа очень насыщенная и расписана буквально по минутам. На Минском молочном заводе номер один архангельцы не только присматривались, но и пробовали на вкус, что производится в Беларуси. Я вообще горжусь Беларуси. Я вот привёз, вот уговаривал два года их приехать сюда. А в отношении продукции, само производство налажено по-другому немножко. Всё-таки государственный контроль, это и есть государственный контроль. Дальше, ну, сами люди даже работают, люди думают не только, вот, допустим, о своей наживе, да, как у нас, у нас предприниматели в основном такие, да. Ну, опять же, я не хочу наговаривать, но так получается всё-таки. А вот поэтому стоит, вот сейчас вот мы с президентом встречались, общались, разговаривали, дано задание всё-таки, наверное, вот на приобретение всё-таки больше сухого молока, скорее всего. Продукция лучшая, качественная, всё очень нравится, поэтому молодцы, молодцы ваши производители. Мы с этим визитом приехали сюда, и наша торговля, с вашей торговлей, сегодня договорятся, и примут какие-то решения, и появится продукция и на наших прилавках. Региональное сотрудничество для Беларуси всегда было своего рода локомотивом экономической интеграции. Час мы общались с Александром Григорьевичем, с президентом вашим, и мы нашли, ну, как минимум с десяток точек соприкосновения. Прикосновение, это, безусловно, на первом месте с сельское хозяйство, потому что мы северная территория, и нуждаемся в поставке продукции сельхозназначения. С одной стороны, а с другой стороны, в создании у нас новых производств. На сегодняшний день Северный край покупает у Беларуси в основном мясо и сахар, а поставляет нефть, целлулозу, бумагу. Правительстве стороны оговорили новые направления сотрудничества по пунктам. У нас очень хорошие перспективы в машиностроительном комплекте. У вас уже белазы давно и неуспешно находятся на ваших различных добывающих организациях. Полагается поставка вот этой техники в Охранительскую область. Ну, как говорится, хорошо, но мало. Процесс идет. Процесс идет, да. У нас всегда по голосу было хорошее, потому что мы приехали и пошел в дождь. Мы чрезвычайно этому рады. Поскольку нам дождя, именно дождя, им очень сильно не хватало. Так что у вас есть то, чего, в общем-то, мы испытываем дефицит. Поэтому вам спасибо и рассчитываю, что так всегда и будет. План мероприятий, подписанный сегодня в правительстве между Минской и Архангельской областью, станет дорожной картой торгово-экономического сотрудничества на ближайшие два года. Сегодня российская делегация возложила винки и цветы к монументу на площади Победы, почти в память павших годы Великой Отечественной. В российском и северном регионе, где Архангельск носит звание «Город воинской славы», хорошо помнят, что Минск — это город-герой. Евгений Горин, Валерий Науменко, Илья Максимов и Сергей Капустин. Телекомпания СТВ. Президент сегодня подписал указ, который продлевает срок продажи индивидуальными предпринимателями товаров без сертификатов. Переходный период продлится до 1 января будущего года. В документе прописаны ставки налогов, которые нужно платить тем, кто продает товары без документов. Повышающий коэффициент 2 будет применяться при исчислении единого налога. Коэффициент налога на добавленную стоимость повышаться будет в 4 этапа через каждые 3 месяца. Предусмотрены указанные меры стимулирования. Так предприниматели могут перейти на упрощенную систему налогоблажения либо с 1 апреля, либо с 1 июля, либо с 1 октября, если они будут покупать продукцию у легальных поставщиков. Принятый указ удовлетворяет большинство предпринимателей. Указ решает проблему реализации остатков товаров, которые остались у предпринимательства на 1 марта, и в связи с тем, что не все смогли выполнить требования 222 указа. Указ существенно подливает сроки реализации остатков товара. 222 указ предоставлял 8 месяцев. Фактически новое решение предоставляет еще 10 месяцев на реализацию остатков товара. Этого срока достаточно, чтобы предприниматели смогли найти себе или поставщиков с легальным товаром, или перейти в другую сферу деятельности, например, сферу услуг. Напомню, подобный компромисс о продлении сроков реализации несертифицированных товаров был достигнут во время посещения главы государства торгово-развлекательного центра «Экспобел». Тогда президент встретился с представителями бизнес-сообщества. Речь шла и в целом о развитии предпринимательской деятельности и о необходимости создания равных условий для работы всех частников. К событиям в мире действующий глава Узбекистана одержал победу на президентских выборах. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Слам Каримов набрал 90% голосов от общего числа избирателей. Всего за главный государственный пост боролись 4 кандидата. Однако остальные претенденты не смогли набрать 4% голосов. В республике голосовать имели право свыше 20 миллионов человек и более 90% из них пришли на избирательные участки. За ходом голосования следили около 300 международных наблюдателей, в том числе и из Беларуси. В Великобритании распущен парламент и дан официальный старт избирательной кампании. Накал страстей растет. Кэмерон, лидер консервативной партии, сегодня с критикой обрушился на либористов. Он обвинил их в намерении резко поднять налоги. Те, в свою очередь, не остались в долгу. Их лидер Эд Милибенд заявил, что по его убеждению, в случае победы консерваторов стране грозит проведение референдума о выходе королевства из состава ЕС. Напомню, это одно из основных предвыборных обещаний Кэмерона. На данный момент, согласно соцопросам, обе основные политические силы королевства идут вровень. Парламентские выборы в Великобритании намечены на 7 марта. Москва приготовилась к непогоде. В ближайшее время на российскую столицу может обрушиться шквалистый ветер со снегом. На дорогах из-за понижения температуры, возможно, гололедится. Тем временем коммунальные службы устраняют впоследствии урагана, который накануне обрушился на центральную и южную части России. В Москве минувшей ночью сильный ветер повалил около 30 деревьев и частично сорвал крыши с десятков жилых домов. А на юго-востоке Украины из-за дождя и ветра обесточено свыше 300 населенных пунктов. В Харькове ураган с легкостью валил не только рекламные щиты, но и деревья. Из-за обледенения проводов в городе не ходили троллейбусы. Как снег на голову, так неожиданно зима посреди весны обрушилась и на Беларусь. На Витебщине образовался снежный покров, который местами достигает 4 сантиметров. Осадки, порывистый ветер пришли на смену необычайно теплой мартовской погоде. Если на прошлой неделе местами по югу было до 20 градусов тепла, то сегодня столбик термометра близок к нулевой отметке. Когда весна окончательно вступит в свои права, расскажет Юлия Матяш. В север Беларуси первый заметил изменения. Снег начал идти еще ночью. Осадки продолжались и все утро. Затем их сменил порывистый ветер. Но витебчане, несмотря на существенное похолодание, бодрости духа и оптимизма не теряют. Перемены. Я, в принципе, рад довольно. Тем более я иду с трудом, у меня сын родился. Тем более я полностью рад. Шквальные порывы, которые достигают скорости до 15 метров в секунду, не единственный весенний каприз. Гололеды затрудняют движение автомобилей. В такую погоду увеличивается число дорожно-транспортных происшествий. Поэтому водители не спешат переходить на летнюю резину. Снег пошел, люди перестали переодеваться, потому что холодно, погода уже не та. А буквально дня два-три назад уже переодевались очень активно. Не превышать скоростной режим, быть внимательными при маневрировании, соблюдать дистанцию. И помнить, что все-таки основной фактор для совершения дорожно-транспортных происшествий это в первую очередь человек, но никак не природа. Едва белорусы успели убрать из своих гардеробов теплые вещи и запланировать поездки на пикники, как погода сказала свое категорическое нет. Весна взбунтовалась больше, чем на неделю. На это время синоптики обещают холода, дожди и снегопад. Такая погода является климатической нормой для марта, но все равно по всей стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. На редкость теплая в этом году зима не оставляет попыток продемонстрировать свои возможности. По всей стране погода сегодня застала врасплох тысячи людей. Минусовая температура и облачность. Прогнозы на ближайшее время не радуют. Холода принес циклон с запада, а вот почувствовать настоящую весну можно будет только после 10 апреля. В сушедших выходных на нашу территорию начала поступать более свежая такая и более прохладная воздушная масса. К сожалению, на предстоящей неделе погода нас совсем не порадует. Это ожидается ветреная, такая промозглая, сырая и прохладная погода. И если нас прогнозы синоптиков совсем не обнадеживают, то для природы недели обильных осадков придутся весьма кстати. За неснежную зиму почва не получила должного количества влаги, а это может стать причиной пожаров. Апрельская непогода буквально насытит сухую почву водой, поэтому аграрии возвращению зимы даже рады. Выпавшая сегодняшняя влага где-то компенсирует недостаток почвенной влаги, которую мы сегодня имеем на почву. У весны не первый год синоптики наблюдают перемены настроения. Так, в середине марта два года назад мы столкнулись с Хавьером, а в прошлом году примерно в то же время был еще один циклон. Поэтому коммунальные службы в любой момент могут выйти на борьбу с зимней непогодой. Пока же такой необходимости нет. Подготовлен запас соляной смеси, и в случае необходимости она была подсыпка дорожных, дорожных пешеходных связей, подходов к подъезду, дворовых проездов. Несмотря на такой погодный сюрприз, весна в этом году начнется все равно раньше положенного срока. А значит, ждать нам осталось совсем немного. Юлия Матяш, Михаил Пронович, Анастасия Бут и Ирина Недобоева. Телекомпания СТВ. Вместо ремонта теплотрассы гомельчанам предлагают за свои деньги приобрести индивидуальные отопительные котлы. 25 миллионов с каждого дома. Такую сумму озвучивают жители микрорайона Восточный. Иначе в следующем сезоне придется мерзнуть. Денег на капремонт теплотрассы у балансодержателя нет. Замерзнуть или заплатить? Третий вариант искал Александр Добрьян. Поменяем ободу и год, и снова ремонт. Поэтому невозможно ремонта сделать, невозможно ничего сделать. Это просто выбрасываешь деньги. Такая картина грибком по обоям в половине из полусотни домов, составляющих проблемный микрорайон Восточный. Перебои с отоплением здесь норма жизни. Проржавевшая теплотрасса просто не держит нагрузок. У нас теплотрасса не ремонтировалась. Здесь по улицам, одна улица 25 лет, другая 30 почти лет. И только когда парил, могут немножко латку сделать и все. С 1991 года Восточный в городской черте. Но коммуникации, как и часть строений, на балансе ближайшего сельхозпредприятия. Несвойственные заботы аграрии не раз уже пытались приложить на плечи специализированных организаций. Но коммунальщики согласны принять проблемную теплотрассу только после ее капитального ремонта. По иронии судьбы, замерзающий микрорайон находится буквально у стен мощнейшей ТЭЦ. Но людям предлагают ставить в дома газовые котлы. Денег на ремонт теплотрассы у хозяйства нет, а проблема есть. Ее по наследству передают друг другу вот уже несколько руководителей. Сегодня администрация предприятия предложила людям полностью просчитать существующую замену или переход на индивидуальные источники отопления. В первую очередь просчитать, сколько это будет стоить. Потом обратиться к исполнителям, к таким как Гургазу, проектным институтам, которые будут выполнять все эти работы. В связи с тем, что это не один не индивидуальный подход, а это огромное количество работы, чтобы они предоставили скидку. И после этого предприятие готово унести предложение, сколько мы сможем людям помочь непосредственно из этой суммы. Предложение руководства агрокомбината люди восприняли как ультиматум. И в большинстве оказались против решения проблемы за свой счет. Составили коллективное письмо и отправили в различные инстанции. Главное волнение вызвало сумма предстоящих вложений. Говорит, что ставьте котлы, ставьте, проводите сами. Выделяем, такая-то сумма надо. Мне сказал, 25 миллионов до 30 миллионов. Мы вдвоем пенсионеры. Восток, как известно, дело тонкое. Комментировать ситуацию в администрации советского района Гомеля сходу не стали. Пообещали, что уже завтра состоится разбирательство проблемы с выездом на место специалистов. Видимо, трубы до сих пор ржавели слишком тихо. Раз о проблеме на окраине района чиновники услышали только сейчас. Александр Добриян, Виталий Раскопов, телекомпания СТВ, Гомель. Напомню, ваша новость также может стать поводом для сюжета. Звоните по телефону горячей линии 290-66-0 или 1-600-700. А также пишите на форум в интернете по адресу ctv.by. Вечерний авиарейс в Киев, который могли отменить, выполнен самолет в столице Украины, вылетел по расписанию в 18 часов 15 минут. Вместе с тем, его судьба была неясна вплоть до отправления. По официальной информации, украинские авиационные власти не давали разрешения на выполнение полета. Все из-за спора о воздушном паритете между двумя странами. Дмитрий Боярович обо всем по порядку. О том, что рейс Минск-Киев может не состояться, стало известно сегодня днем. Об этом на официальной странице в соцсети написал белорусский авиаперевозчик. Мол, Украина не принимает. Запрос на рейс был отправлен еще утром. Однако, официального ответа на него не поступило. Плановый регулярный рейс Минск-Киев должен был состояться сегодня в 18.15. Наша съемочная группа находилась в аэропорту задолго до этого по состоянию на 16.35. Его статус все еще не определен. На табло вылетов и прилетов напротив этого рейса ничего нет. В то время как на более поздние вылеты, например, в Калининград, Варшаву и Москву, регистрация уже началась. По состоянию на 5 часов вечера судьба рейса все еще оставалась неясной. Тем временем в аэропорту уже собирались пассажиры. Некоторые из них о том, что путешествие может не состояться, узнали от нас, как и Виктория. Девушка возвращалась домой из белорусской клиники после операции. Смотрю, уже время, а посадки нет, регистрации нет. Будем что-то думать или с поездом, или ждать до завтра. Пока это все выглядит так, как вообще абсолютно нелогичная история. И зачем им это нужно, это ограничение, вообще непонятно. Деньги всегда можно когда-то вернуть. На неделю позже, на две недели мне все равно. А планы это уже существенно. Спор возник на прошлой неделе. Тогда авиационные власти Украины заявили о том, что Беларусь нарушила паритет. Точнее, предоставила только 7 рейсов в Киев. Остальные 7 в неудобное для аэропорта время. Пока выдано 7 слотов. Тех, что были запрошены, и 7 с неудобным для полетов временем. Мы готовы подтвердить для Белавиа все запрошенные 14 рейсов хоть сегодня. Если белорусские авиационные власти положительно ответят на их запросы. Украина всегда шла навстречу во всех запросах белорусской стороны. Тем временем, белорусская сторона заявляет о том, что корректировку во время полетов она внесла. Сделали это сегодня утром. И отправили официальный ответ в адрес авиавластей Украины. Но ответа не последовало. Это заставило нашу авиакомпанию вместе с ней и пассажиров чувствовать себя тревожно. В конце сегодняшнего дня мы получили временное разрешение от авиационных властей Украины на полеты авиакомпании в полном объеме. Это два раза в день до 14 апреля. Пока авиакомпании Украины и Белоруссии будут выполнять все те же 14 рейсов в неделю. В ближайшее время планируется вопрос о паритете решиться. Вместе с тем белорусская авиакомпания просит пассажиров проверять статус рейса в интернете в день вылета. Дмитрий Боярович, Леонор Лутович и Андрей Новгородцев. Телекомпания СТВ. 41 день до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отчет до главной исторической даты 21 века. 30 марта 45-го войска 2-го Белорусского фронта завершили штурм Гданьска и заняли его крепость. Продолжается Банск-Быстрицкая наступательная операция. Армия 2-го Украинского фронта освободила несколько населенных пунктов Словакии. А 3-й Украинский недалеко от озера Болотон завладел двумя венгерскими городами. Тем временем Беларусь возвращается к мирной жизни. Мы же продолжаем вспоминать те страшные годы войны, погружаясь в воспоминания ветеранов и очевидцев. Мы в Лошадеве пошли. И когда мы были на ночлеге, шел партизанский отряд возле нас. И мы разговаривали, встретились с ними. Я был уже как такой более среди нас человек, наверное, 10 было. Родственные говорят, приехали, домой приезжайте, а никому не говорите, что мы встретились с партизанами. А они кто-то приехал, рассказал, у нас, меня и еще одного парня, более такого, взрослого, забрали в комендатуру. Начальник полиции на коменданта и переводчик, переводите, потому что это дети. Они не виноваты. И нас так выпустили из карты. Не расстреляли нас. Остались мы живые. Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады, спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов. Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам горячей линии СТВ. До Великой Победы оставался 41 день. Вместо объявлений на стеклах исторические фотографии, вместо рекламы – экскурс в прошлое города. И рассказы о знаменитых земляках. В Бресте на маршрут вышел исторический троллейбус. В салоне разместили более 30 изображений памятников истории и архитектуры нашей культурной столицы этого года. Хорошая идея. Много узнала о городе Бресте, о улицах Бреста. Мне мама рассказывала про всякие достопримечательности. Но так, чтобы я их видела, нет, не было такого. Вот это хорошая идея. Очень креативно, интересно и молодцы ребята, те, кто придумал. Организаторы передвижной выставки подчеркивают, это не просто отвлеченная экскурсия по городу, а рассказ о конкретном объекте, вблизи которого проезжает троллейбус. Совместный проект областного краеведческого музея и городского троллейбусного парка посвящен обретению статуса культурной столицы Беларуси, который город над Бугом в начале этого года передал Гродно. Это были новости на СТВ. В студии работала Юлия Александрова. Итоги понедельника в 22.30 подведет Екатерина Зубенько. Я же на этом прощаюсь и желаю нескучного вам вечера.